...кодифицированное на международном уровне. Право остаться предшествует праву на миграцию, являясь более глубоким и широким. Оно включает возможность участия в общем благе, права на достойную жизнь и доступ к устойчивому развитию. Право оставаться на родине, подобно другим, должно пользоваться международной защитой с ответством к действенному осуществлению совместной ответственности, подчеркивается в комитете. В рамках подготовки к празднованию всемирного дня мигрантов и беженцев Вадиканский департамент организует коммуникационную кампанию. Специальные мультимедийные пособия, информационные материалы и размышления богословов и специалистов помогут углубить тему, выбранную святейшим отцом. Глава отдела богослужений Папы Римского, нансеньор Диего Равелли, обнародовала вписание богослужений Папы Франциска с Вербного Вокресенья до Первого Дня Пасхи. 2 апреля святая миссия Вербного Вокресенья начнется в 10 часов при авторе кафедры в Базилике Святого Петра. 6 апреля в 9 часов 30 минут также при авторе кафедры Папа Франциск совершит божественную миссургию освящения мира и благословения Елея. В 8-ю пятницу 7 апреля в 17 часов Папа Франциск совершит литургию страстей Господних в соборе Святого Петра. Вечером того же дня в 21 час 15 минут Святейший Отец возглавит традиционный крестный путь в Римском Калидее, на завершение которого преподаст апостольское богословение. 8 апреля пасхальное бдение под представительством Папы Франциска начнется в 19 часов 30 минут полтора кафедры в соборе Святого Петра. Воскресным утром 9 апреля в 10 часов Франциск прима возглавит в Ватиканской базилике пасхальную мерцу, после которой в полдень обратится из центральной лоджии с посланием Урби от Орби городу и миру и преподасте торжественное богословение. Папа Франциск принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана делегатов монашеской конгрегации Святого Иосифа, основанной 150 лет назад Святым Леонардо Муриальдо. В приветственном слове к гостям Папа отметил, что их община родилась в Турине. В Турине офигенно.